В 1994 году специалистами новосибирского научно-производственного предприятия МЕТОС был разработан компьютерный оптический топограф. Этот прибор инициировал на рынке медицинских услуг абсолютно новый метод инструментальной диагностики различных нарушений осанки – сколиоза, лордоза, кифоза, причем на самых ранних стадиях проявления. Изначально прибор создавался для обследования детей и подростков. Свою задачу и метод, и прибор успешно выполняют уже два десятилетия. В 2011 году методом компьютерно-оптической топографии заинтересовались мануальные терапевты, работающие со взрослыми пациентами. Первыми внедрить КАМОД в практику мануального терапевта решили в Новосибирской научно-исследовательской лаборатории изучения движения. Более пяти лет назад мы создали организацию, которая называется научно-исследовательская лаборатория изучения движения, в рамках которой собрались энтузиасты, мануальные терапевты, неврологи, ортопеды-травматологи, кинезиологи. И под единой парадигмой мышления мы стали работать над проблемой опорно-двигательного аппарата и улучшения его функции. Мануальный терапевт в современных условиях не обладает объективными методами исследования получения оперативной информации. И стали искать, какие технологии в современном мире существуют, которые бы удовлетворяли эти задачи. Исследовав много литературы, интернет-данных, нашли оптическую систему определения тела в пространстве. Оказалось, что мы живем с создателями в одном городе, в городе Новосибирске. Связавшись с ними, попросили у них на апробацию этот прибор, топограф оптический. Попробовав его, оценили его преимущество в объективизации, оценке тела в пространстве. Приобрели этот прибор и успешно им пользуемся с 2011 года. За этот период времени мы просмотрели более 2000 пациентов. На сегодняшний день можем сказать, что количество пациентов, которые нуждаются в топографировании тела в пространстве, на первом приеме практически все, 100%. Что это нам дает? Первое, быстрый, объективный информационный контроль за состоянием тела в пространстве. Второе, что немаловажно, психологически показывает пациенту не на пальцах в отражении в зеркале, а конкретной распечатки, конкретных данных графических о том, как он находится в пространстве. Падает ли он в сторону, падает ли он вперед, скручивается. Есть ли у него тенденции к сколиозу или есть ли сколиоз у него. Когда этот прибор создавался, были проведены множество корреляционных исследований с отношением рентгеновского исследования, и было определено, что разногласия, ну там градус 2 погрешность, то можно сказать, что это ничтожная погрешность. Что нас удивило, что с помощью этого исследования можно гораздо более глубокие проводить определения состояния тела в пространстве, такие как скручивание таза, падение тела вперед, преобладание того или иного мышечного тонуса, за счет чего это происходит, мало того, здесь мы видим динамические составляющие. Мы снимаем статической позе, но позы эти меняем, и видим, как меняется картина биомеханических составляющих позы в пространстве. Это позволяет нам давать более глубокую динамическую оценку происходящих в процессе биомеханических изменений, что позволяет более точную диагностику проводить и более прицельное воздействие мануального терапевта. И на сегодняшний день, для того, чтобы составить карту работы с пациентом, прибор является, ну, пожалуй, наверное, входными воротами для того, чтобы принимать правильное решение. Все остальные исследования мы назначаем потом. Прибор занял достойное место в диагностике, в объективизации данных и, что немаловажно, показывает эффективность работы мануального терапевта, помимо того, что пациент говорит, мне хорошо стало. Но мы еще имеем объективную картину. Опыт применения топографа в практике мануального терапевта, по мнению сотрудников Новосибирской научно-исследовательской лаборатории изучения движения, говорит о том, что компьютерная оптическая топография является именно тем методом обследования, который дает для мануальной терапии столь недостающую ей объективность оценки результатов лечения. В настоящее время авторы разработки, компания Метас, ведут работу по усовершенствованию уже третьего поколения топографа и его внедрению в центры мануальной терапии по всей стране.